Господи Божий наш, слава Тебе! Милославный Создатель, хвала Тебе! Освяти дары, посылаемые Тобой для подкрепления немощной плоти, словом истинной молитвы. Посвяти тех, кто не имеет ничего для пропитания, пошли им все потребное, и нас научи быть милосердными, без избытков наших уделять нуждающимся. Ты при избытиищественно питал нас, хвала Тебе! Но знай милостями всем, кто заботится о нас, подает нам милостями. И братья наших путешествующих Александра, Сергея, Валерия, спаси по милу, и дары исправность транспорта, здравия им и животному. Тебе слава за все веки! Аминь! Так, внимание! Я вас пытаюсь исправить, чтобы вы были другими. Вот у вас как-то все, у всех, бессоветные. Вот есть два коня, которые запряжены в колесницу, а там кто-то сидит и правит ими. И эти кони несутся, колесница в ад несется. Это два страшных коня. Бессоветие и послушание. Совета нет. Охородали по-своему буду делать. Человек это не видит, он слепой. Бессоветие, повторите, непослушание. Бессоветие и послушание. Вот это говорит ангел-тоут. Вот мы сегодня были, у меня огорчение с утра уже наваливается где-то, но я не имею возможность прибегать к Богу. Мы старались приготовить, так называют, фронт работы. Вот, у нас везде фронт. Нужен был трактор. Прося, не вни платочек. Ты не думаешь, когда пальцами шевелишь, у тебя ни одна мозгинка не шевелится. Нигде в церкви перебирайте что-то. Вот раздеть тебе голую. Ты будешь перебирать волосинки, нет пальчики. Что ты будешь делать, чтобы только мозги не шевелились. Смотрят, моргают глазами, ни с места не сбегаются. Что-то сделалось. Верующие причащаются. Мы оттуда поехали. Ветер Николаевича нет. Без него я ему уже сказал, так что могу и говорить дальше. Разворачивались и до влево. Ну, я поехал вперед, выехал на ветерок и помолился. Смотрю, он выезжает, поворачивает направо. Зачем? Я стою, у меня, я не могу, сейчас думаю, повернет, повернет. Нет, дальше заезжай, где поворота уже нету никаких. Разворачивать задний ход не сделай. Ход там нельзя сделать, потому что груз такой. Что это делается? Зачем? Я не знаю, что у него там. Я стою, машу, поверни назад. Никаких машина прет вперед. Мы же молились утром. Ну, не может Бог, чтобы нам мысленно наворачивал вот так вот. Кто-то это другой наворачивает. Тем более, два рейса сделали этим дорогой. Я уже твердо уверен, что поедет и сейчас сюда. Нет, разверну направо. Едет там человек, кто-то состащил. Один ко мне идет, второй, он дальше идет. Маленько подвернул, опять исчезает из пути. Я сейчас спрашиваю, зачем? Но я смотрел там поход. Тебя смотреть не надо, мы договорились. Ты по этой дороге прошел, она благословенная. У нас только одна задача, задача довести. Никому не навредить. Первый раз, когда поехали, он, а то там поле, да там попадется, да там трава. То есть не делать. Я сказал сделать. Мы сегодня работу закончили к 7 утра. Я уже 3 часа на ногах был. Наточить пилы, ножи. У нас серьезная работа. По-новому обвеси костер. Имею в виду, кого это касается. Без совета и непослушания. В человеке зарождается самость. Это смертельный грех. Вот я пойти, я начинаю советоваться. Ко мне ведь я забежал, я посоветовался. Как лучше? Прихо, Михаил, я вас спрашиваю, а как это? Два-то пора лучше взять. Один плоховатый. Возьмите два. Взяли, это, бензопила работает. Ну, нормально, он пилит. Но если не будет работать, а мы в лес приехали. Ну, а что не будет работать? Балда в башке. Я говорю, брать пилу. Володя отбирает самую лучшую. Ручную. Приехали, машина не заводится. Почему вечером не сделал, не проверил? Это не один день. Проверить надо было дома, сегодня, вчера. Не проверено. Приехал, дергал, дергал, дергал. Не заводится все. А наши пилы, вот они, и мы начали вручную. Все, всю работу сделали, вручную. А если мы не смотрели, Никита поехал, чем взял бы. Да ему трын, трава. Он на полмиллиметра вперед не хочет смотреть. Я вчера пошли, когда делать там, там валится. Что делать? Я думал, как-то подтянем какие-то столбы. И на месте подошли, когда Михаил Лепёс сказал, да, а что ж мы там не все подгнили. Решили все смести до конца, убрать. Убрали все с костра, зачистили. Начали по-новому делать. Теперь вижу, это единственный правильный выход. Совет. Где совета нет, дело не состоится. Вы смотрите внимательно. Утром сегодня перехожу, спрашиваю про квас. А у нас воды не было. Как воды не было? Столько людей было, вода была. Ну, дождь пошел, мы увидели. Дождь пошел, мы подставили бы ковшик, набрали воды. Как какая-то насмешка сатана творит над человеком. Не ляжете спать, пока воды не будет. Была бы вода, нет, утром готовить, а воды-то у нас нет. Что за насмешка такая? Начинаем, захожу, сказал, шторку, тюль. Мы везде продают от мухоты. Здесь все раскроет. Кухня и все раскрыто. Сколько раз? Это уже взяли моду. А мухоты роится, просто гудит. Да какие вы врачи после этого, разночники, заразы, муха, и вы такие же. И сразу месяц, пока печка топится, не подходите, то выйди отсюда. Не заходи на кухню, пока мух не убедем. Вот это вот была у нас. Просто мы заходили там. Летом накрывали палатку, мы такой заводный артеи готовили. А рядом здесь были коровники. Уже потеряевка еще не строилась. И мы делали артподготовку. То есть становились и начинали мух бить. Вы не вообразите, сколько мух бить. Мы поставили банку варенья, и там, кажется, одновременно стукнули. 120 мух убили за два удара. Сплошняком, вот как покрывало. Это невозможно сказать. И мы все равно всех выбивали, начинали обедать. Сегодня этого нет на кухне. С мухотой. Где-то проглотишь, где-то вырвет тебя. Муха-разносчик заразы везде пишется. Ни комар, ни мошка, которой мы боимся. Для них мы сделали как ветер отдует. Здесь ничего не сделано. Я прибил, чтобы мне шторка не открывалась. Это тюлевая. Оторвали. Стирать надо. Не стирать, пока я не разрешу. В церкви та же самая история. Шторки прямо аж умрут. А можно шторки постирать? Ну шторка, к ней не прикасались. Зачем стирать ее через неделю-то? Это дурь. Это дурь несусветная. Рьете шторки. Я взял, прибил. Бежу оторвали через неделю. Бабка, которая едва движется, и на табуретку сгромозилась, оторвала. Какой черт вас таскает за руки? Ну не может быть, чтобы эта святая сила вас двигала. Открыла теперь что? А я не могу прибить. Теперь окна открыты, шторки открыты. Не знаю, что делать. Я их сдвинул между собой, прибил. Теперь большой гвоздь забил. Моего только скинул, разлинул. Одно движение руки. Безмозглая нация. Это я вижу только вот здесь. Без разрешения, без совета ничего не делать. Мне докладывайте, вода есть или нет. Когда отвечаешь, начинает какой-то городик. Я спросил, со стола убирать. Сейчас убирали со стола. Вы были за водой. Убирайте. Где-то колготится что-то. Наконец начинает бить. Ой, на столе у меня стоит. Выкидывайте все. Ты не убрала. Тебе сказали убрать. Ты должна была убрать. Это что означает? Это такая душа. Это означает, она разведенная или живет без мужа. Или муж тряпка под каблучник. Где муж настоящий, там этого нет. Там все стройно. Вы мой, как мой гарем здесь. Слушаться прошу. Сказал, мухоты, чтобы не было. В обед не садитесь на стол, пока не переколотим. Шторку не открывайте от утюли. Вы понятно? Мимо идете, откройте шторку. Когда только выходят, вы кто-то позовите. Щугуны выносите. Скажите, подержите. Я с горящим выхожу. Только так делать. Я сегодня выпросил вас. Женский батальон. Вы идете с нами. Возьмете грабли. Видимо, надо взять ванну какую-то. И весь мусор в одно место сносить. Оттуда легко будет брать на костер. Мы занимаемся оградой. Уходим все туда. Погода больше не позволяет ничего делать. Вопросы. Нет вопросов. Ясно? В 7 утра мы уже закончили работу. Мы все заготовили. Теперь только иди работай. Сейчас поедим и сразу уходим. Так. Идете в сапогах. Раздаваться не надо. Везде сыра. Платочки. За стол. Слушай внимательно. Первый день. Везде подталкивают совету. Совет плохой дяди Игнатий не даст. Любая газета об этом писала. Как бы я мог. 44 года не отдал повреждения. Не отдал отравление. Это не два дня. Тут за один день можно отравиться. Идешь мимо. Не старайся доброе отношение без меня останавливать. А ты вот подошла и сказал. А почему открыто? Игнатий сказал мне открывать. Все. Иначе я доложу. Не ищи друзей там, где их нельзя найти. Ищи в нас друга. Так. Виктор Николаевич. За стол. Помолились. Возьмание. Господи, что тебе вести, Сыне Божий, помилуй на. Помилуй. Так. Зайди. Подскажи. Восточата вылетели, а некоторые вернулись назад. Сидят. Так. Огунцы, если есть, дайте мне. Все. Остануешь, что к нему потребуется. Я кухни не касаюсь. Но когда захожу, там полный швык делаю. Самая большая ложка моя. На, передавай. Мне еще не черпать. А вы думаете, еще больше вашу я съем или что? Передавай. Лишнюю ложку дать? Вы не знаете, не ехать. Стой, водой сейчас промываешь. Колокол три раза стучали, нет. А? Колокол три раза стучали, нет. Конечно. Я не слышал. А кто стучал? Подними руку, Боб. Я в деревне был, не слышал. Но ветер, дул в другую сторону, сильный ветер. Город нас делал. Слитики, по-моему, поставили скамедрение. Один ангелос, а не нет. Конечно. Мне для здоровья огурцы надо, а не для чего-то. А вы, если здесь надо, просите крупные огурцы и режьте их. Валя, крупных огурцов привезти, чтобы нарядить детям. Кроме Виктора Николаевича и Иоанна. Мы идем сейчас курить. А вы собирать будете мусор. Ванна, если есть какой-то, взять, чтобы они в ванну таскали мусор. Да, тихо. Ай. У меня нет инструмента. Каким-то можно пользоваться. Каким? Топор, молоток, ножовка. Ножовка, все, что есть, мы уходим туда. Сегодня не можешь. Бери там другое. Да не отсюда, а с Таманова, например, или со Створечника. Все, все, там можешь. Это первое. Второе. Так, как говорили, вы заняты. Если нет, то вы будете. Какой надежды вы выберете? Мне нужны там ДСП, ДВП, там можно у вас брать где-то кусочки? Сколько хочешь. Там не просто огромный, я не знаю, метров по пять, наверное. Ну, лист там один есть. Все забираешь. Мне там маленькие нужны. Там маленькие есть. Потом зайди на большой склад для одежды. Ну, там тоже есть. Все, что найдешь, все твое. Спасибо, Христос. Рамы какие. Столы. Ну, все, что найдешь. Бочку заклеили, ребята принесли. Истинова. И сами принесли. Вчера не испытание провели. Заклеили варом. Я как поставил, так и держать. Слышишь, Света? Бочку не передвигать. Я видел. Видел. Иначе она обдерет эту заклейку. Перегоник. Мы уходим на костер. Перегоник. Томик.